В последний год количество людей, потребляющих запрещенные вещества, возросло практически на 5%. Связано это с тем, что наркотические вещества находятся почти в свободном доступе и купить их можно в группах в Телеграме. Полицейские заявляют, что могут обнаруживать и задерживать курьеров, но не имеют возможности добраться до лидеров преступных групп. Тему обсуждали в ток-шоу Молдова Гандешти Лайф на нашем телеканале. В 2022 было 11 900, в 2023 – 12 302. У нас сегодня есть 612 новых случаев, и мы видим тенденцию постепенного роста. По мнению врача, рост количества потребителей наркотических веществ связан с тем, что рынок наркотиков расширяется. Предложение сегодня очень высокое, оно не понижается, а раздобыть запрещенные вещества становится все проще. Мы видим, что очень часто в этом оказываются замешаны дети, и в этом случае мы не говорим о каких-то серьезных веществах. Беспризорные вообще употребляют все, что угодно – клей, летучие, органические вещества, самые разные субстанции. Не обязательно то, что определяется как наркотические вещества, то, что доступнее и дешевле. Проблема в том, что детям, зависимым от наркотических веществ, помощь в борьбе с этой привычкой не оказывается, поскольку в Молдове нет специализированного центра для несовершеннолетних. В подобных случаях ребенка отправляют в центр матери и ребенка, где проводят дезинтоксикационную терапию, которая в некоторых случаях может длиться не больше часа, а после отпускают. В настоящий момент этот вопрос находится на стадии обсуждения. Лечение потребителей наркотических веществ очень долгосрочное. Это восстановление, которое проходит в течение всей жизни. Мы не можем тут говорить о часе, двух или о неделях. Все делается поэтапно, и сегодня в стране есть необходимость не только дезинтоксикационных, но и в медицинских и реабилитационных центрах. По данным полиции, ежегодно удается ликвидировать около 10-15 преступных групп, специализирующихся на продаже наркотических веществ. Тут речь идет о том, что задерживают лидеров этих организаций. Однако это лишь 10% из того количества, о котором известно. Основное препятствие заключается в том, что продажи проводятся в группах в Телеграме, поэтому полицейские могут задерживать исполнителей заданий курьеров. Руководители же этих групп остаются на свободе и продолжают преступную деятельность. В некоторых случаях такой деятельностью управляют, например, из-за границы. Люди, состоящие в одной группе, незнакомы друг с другом, поэтому практически невозможно добраться до их лидеров. Приложение Телеграм не дает ответов представителям силовых структур и не зарегистрировано на территории Республики Молдова. Мы пытались бесчетное количество раз с ними связаться, в том числе и через электронную почту. Никаких ответов мы не получили. За употребление или хранение наркотических веществ предусмотрен штраф в размере от 3000 леев или максимум 72 часа неоплачиваемых общественных работ за выращивание и продажу запрещенных веществ от 2 до 7 лет лишения свободы.